Друзья, всем привет, с вами Яков, и сегодня мы с вами разберем колдуна, с помощью которого можно очень-очень быстро и безопасно фармить контент поручений, ну а также нефалемские порталы. И тут, сами понимаете, в зависимости от вашего порогона. Поначалу будет истязание 10, потом 11, потом 12, 13, 14, 15, ну и финальная точка, это, естественно, 16-е истязание. Ну и с помощью нового сета Облачения, Мунду-Нугу, а также с помощью умения Призрачный Шквал, вы это будете делать очень-очень быстро. Но опять-таки, если дополнительно использовать правильные предметы, ну и правильные умения, что активные, что пассивные. И вдобавок к отличному урону, этот колдун еще и получит бессмертие. Ну что ж, если вам такой геймплей интересен, то давайте разберемся и с билдом, и с экипировкой. Поехали! Для начала нам потребуется сет Облачения Мунду-Нугу. И сета, в моем случае, будем использовать 5 предметов. Это наплечники, головной убор, броня, штаны, а также ботинки. И благодаря ККР, у нас будут запускаться все 3 бонуса от данного сета. Благодаря первому бонусу, Вуду, который мы будем выставлять, будет следовать постоянно за колдуном. Благодаря второму бонусу, мы будем получать на 60% меньше урона, как только активируем умение Поступ Духа. Ну и благодаря третьему бонусу, мы будем поднимать свой урон от умения Призрачный Шквал. Как фиксированным значением, так и дополнительным значением, в зависимости от показателя восполнения маны в секунду. Дальше нам пригодится, как я уже говорил, ККР, то есть Кольцо Королевской Роскоши, для того, чтобы запускать все 3 бонуса от нашего сета. В нашей главной руке располагается Меч Ингиом, для того, чтобы мы быстрее откатывали абсолютно все наши умения, как только мы уничтожим или элитного противника, ну или, допустим, гоблина. Во второй руке у нас располагается Оберег Взгляд Смерти. Ну и с помощью него мы будем наделять Рунный Фантазм на шумение Призрачный Шквал, но также будет подниматься урон от этого скилла. В качестве второго кольца мы используем Кольцо Алчности, для того, чтобы мы могли повышать радиус поднятия сфер, ну а также золото. В качестве амулета мы используем Дух Времени, для того, чтобы продлевать эффект пилонов на нас. Также для продления эффекта, только уже не от пилонов, а от шрайнов, мы используем Перчатки Поклонения. И каждый шрайн или же святилище на нас будет действовать 10 минут. Тут, как говорится поначалу, коровий уровень вам в помощь. Ну и в качестве пояса мы используем Златотканную Перевязь. И как раз таки вот этот вот пояс будет дарывать нам Бессмертие, потому что он будет поднимать показатель брони на величину поднятого золота. Ну а теперь давайте разберемся, что у нас находится в кубе. В одной из рубрик у нас располагается воровское кольцо Ришель. И благодаря этому кольцу мы будем повышать нашу скорость перемещения каждый раз, когда мы будем устрашать противников. В следующей рубрике у нас располагается маска Ерма, и она будет поднимать урон от наших приспешников. То есть в нашем случае от умения призрачный шквал. Ну и в третьей рубрике у нас располагается кинжал Бордобрей. И он тоже будет поднимать наш урон от умения призрачный шквал. Что касается самоцветов, то мы используем следующее. Это Головорез, Проклятие Плененных и, дорогие друзья, обязательно Дар Стижателя. Потому что с помощью этого самоцвета мы, убивая противников, будем из них дропать огромное количество золота. И вот благодаря этому золоту и нашему поясу мы будем и получать наше бессмертие. Так, теперь давайте разберемся, что мы будем ролить в наших предметах. Итак, основной наш урон мы наносим с помощью умения Призрачный Шквал. Поэтому поднять урон от этого скилла мы можем в трех предметах. Это в нашем головном уборе, ботинках, но также в обереге. Призрачный Шквал наносит урон от холда. Поэтому поднять этот стихийный урон мы можем в двух предметах. Это в амулете, ну а также в наручах. Дополнительный параметр в фастраном билде, который нас интересует, это КДР. То есть уменьшение времени в восстановлении умений. И чем выше этот параметр будет, тем быстрее вы будете откатывать все ваши скиллы. Один, в принципе, из наших скиллов, который нас интересует, это поступ духа. Потому что с помощью него мы будем очень быстро перемещаться. Так что если есть возможность, этот параметр тоже наролите во всех возможных предметах. Ну и если вдруг будут какие-то проблемы, то все-таки не забывайте, что у нас имеется меч-ингиом. А он нас тоже как-никак будет выручать. Что еще можно наролить? Это скорость воспалывания маны в секунду. Потому что чем выше этот параметр у нас будет, тем больше мы урона тоже будем наносить. Этот показатель мы сможем наролить в наших предметах. Таких как головной убор, но также оберег. Вот такие вот были наши предметы, а теперь давайте посмотрим на наши умения. Для начала пассивки. Пассивка беспокойной духи будет избавлять нас от проблем с маной на использование умения призрачный шквал. Далее реальная преданность будет повышать нашу скорость перемещения, если после нас будут находиться собаки-зомби. Несправедливая смерть будет откатывать наши все скиллы быстрее, когда возле нас будут погибать противники. Ну а ритуал доверия будет повышать урон по тем противникам, которые будут находиться около нас. Теперь давайте разберемся с нашими активными скиллами. Первое это Большой Страш на Вуду и Танец Вызова Дождя. С помощью этого умения мы будем восполнять себе ману, а значит будем и повышать свой урон. Призыв псов-зомби и Узы Жизни. Этот скил нужен для того, чтобы запустить посидку на повышение скорости перемещения. Ну и мало ли пояс золотканый перевяз еще не запустится, эти собаки будут даровать вам еще и дополнительную защиту. Но с этим у вас проблем не будет. Ужас и руна ловчи, этот скилл нам нужен в ССЛ для того, чтобы повышать нашу скорость перемещения. Как благодаря руне у этого умения, так же Ужас будет запускать кольцо решель, которое находится в кубе, которое тоже будет повышать нашу скорость перемещения. После Птуха и Преодоления с помощью этого скилла мы будем очень быстренько перемещаться по локациям. Да, лежат в одушь и немощь. С помощью этого скилла мы будем повышать показатель нашего интеллекта, а тем самым и урон. Честно говоря, другие эффекты нас особо сильно не волнуют. Ну и последний скилл это Призывочный Шквал и Мониту. Это наши, дорогие друзья, атакующий флагман. Ну вот такой у нас получается билд в итоге, а теперь давайте разберемся с геймплеем. Что касается этого геймплея, дорогие друзья, то наша здесь главная ставка это скорость. Чем быстрее мы будем зачищать локации, тем быстрее мы будем получать и коробки из поручений, ну а также ключи для великих порталов, из нефалемских порталов. То есть скорость плюс урон. Итак, как только мы появляемся на локации или, не знаю, в городе, мы запускаем наших собак-зомби, для того чтобы повысить нашу скорость перемещения. Затем, как только мы входим или в нефалемский портал, или в поручений, наша главная задача это найти первого противника. Как только мы видим первого противника, запускаем нашу поиск в духом, получаем баф по защите, ну а также начинаем их атаковать умением призрачный шквал. После первого убийства из противников начнут падать золотые монеты, и это нам уже гарантирует бессмертие. Потому что чем больше мы монет поднимем, тем больше будет наша защита. А далее нас уже будет просто не остановить. Видим противников, атакуем их шквалом. На нефалемских порталах или поручениях нам можно даже иногда и не останавливаться, потому что призраки, которые будут атаковать этим же скиллом, будут тоже наносить неплохой урон. Но если вдруг на пути будет попадаться какой-то элитный противник, то вы по ним можете запускать именно ваш шквал. Потому что возле них шквала будет создавать фантазмов, которые будут как раз и наносить наш основной урон. Как только элитный противник будет уничтожен, будет запускаться меч ингиом. И обращаю ваше внимание, чтобы запустился этот меч, вы должны убить всех, абсолютно всех противников. Ну синим паком это понятно, а если будете бить желтый пак, то это естественно самого желтого моба, а также его приспешников. И только тогда меч запустится. Также на противников не забывайте накидывать жертву душ, потому что этот скилл поднимет ваш интеллект, а тем самым и урон. И по откату возле противников его прожимаете вновь, вновь и вновь. Ну и для ускорения своего перемещения, также используйте умение ужас. А если вы его еще успеете прожать возле противников, пока они еще живы, вы будете бегать и еще быстрее. Ужасом поднимайте скорость перемещения, Поступью духа поднимайте скорость перемещения, и этот колдун сможет перемещаться очень-очень-очень быстро. Быстрая скорость перемещения, мощный урон, что еще надо. Также напоминаю, что у нас есть еще пассивка Несправедливая Смерть, которая тоже будет помогать нам с откатом умений, когда возле нас будут погибать противники. Так что если вдруг у вас мечинг-гиом не запущен, то есть не попадаются вам элитные противники, не печальтесь, если что, будет выручать вас еще и эта пассивка. Вот такой вот билд. Что вы о нем думаете, пишите в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и за просмотр, ну и желаю удачи, все за нам походят. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу ВКонтакте, я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!